Всем привет, ребят! Уже идет вторая неделя, как я нахожусь в Черногории. Наверное, сразу видно, что я немножечко посвежее выгляжу. Похудел на 2 килограмма. Это все нормальная еда, не истамбульская. Вот, наконец-то, наконец-то, да, я хотел сказать, что очень рад, что у меня есть возможность готовить еду себе и прям вот составлять себе нормальный рацион, что просто буквально за 2 недели у меня ушло 2 килограмма. Но сразу же на лицо уже более такой худенький стал. Не то, чтобы были такие щеки здоровые. Вот, сегодня я хочу поговорить про тренировки, о том, как я тренировался в Стамбуле, какие у меня были там возможности для того, чтобы я не набирал лишний вес. Ну, так получилось, что в Стамбуле я набрал 10 килограммов. Вот, не будем об этом. Сейчас уже сбросил несколько. То есть, сейчас я вам так вкратце объясню вообще, что у меня, как у меня дела сейчас происходят со спортом. В принципе, в феврале месяце примерно я перестал заниматься гимнастикой из-за небольших проблем со здоровьем. И как раз в то время у меня заканчивал 11 класс, плюсом готовился к переезду, подавал на визу, мне отказывали. Короче, вот все вот эти вот дела, которые я прошел. Приехали в Генеральное консульство Германии. Удачи! И, ну, до спорта было даже не то, что некогда. Было время, просто не было особой мотивации и желания. Признаю, косяк. Вот. И в это время все было нормально, я вес не набирал, все хорошо, просто мышцы трофировались, чувствовал себя хуже, потому что, ну, без спорта мой организм становится очень неэнергичным. Я еще тогда понимал, что я не заканчиваю полностью, что я сейчас хочу, так сказать, разобраться со своим переездом, сделать все дела, ну, имею ввиду, завершить все свои дела в Челябинске. То есть, закончить школу, сдать ЕГЭ и уже спокойно полететь. Ну, не получилось, конечно, сразу в Германию, но, как минимум, куда-то-то я улетел. В Стамбул. Ну, вот, прилетаю я в Стамбул, я вообще как бы не рассчитывал, что я там задержусь надолго, то есть, примерно, я думаю, ну, 2-3 недели, ну, максимум месяц. И думаю, да ладно, лето сейчас, тренировки, отдохну, зачем, и так далее. И тут-то за один месяц у меня с 82 вес, как, ну, до 92. То есть, вы понимаете, как сильно, я не знаю, что это, как это. То есть, я виню во всем турецкую еду, турецкие забегаловки. А я шучу, на самом деле. Вот, я не особо следил за своим питанием, ну, и, конечно же, по поводу турецкой еды, я думаю, что тоже стоит об этом рассказать, что действительно еда очень не похожа даже на нашу русскую, но и вообще по качеству. Мне вот качество прям категорически не понравилось. Я первые 3 месяца у меня просто очень сильно болел живот. Постоянно болел живот. И было, так сказать, тяжеловато даже иногда передвигаться. Вот, поэтому мой образ жизни летом в жару с больным животом в Турции был очень медлительным. Очень мало ходил, в основном лежал, болел, акклиматизация и так далее. Потом, в принципе, более-менее для себя нашел уже какие-то выходы из этой ситуации с питанием. Нашел некоторые столовки, которые более-менее подходили для меня, которые мне нравились, но потом разонравились, к сожалению. Многие мне писали в комментариях, надеюсь, ты не закончил гимнастику. Ну, ребят, те, кто действительно внимательно за мной сейчас наблюдают, те могут видеть, что я сейчас нахожусь в такой обстановке, что я не остаюсь где-то надолго. И думать сейчас про какой-то профессиональный спорт. И тем более, я скажу сейчас прямо, что я не собираюсь заниматься профессионально. Я собираюсь вести свою жизнь немножечко с другими вещами, так как учеба. Об этом немножечко попозже мы с вами тоже поговорим обязательно. В моих планах попробовать вернуться в гимнастику. Делать я буду не все снаряды. Хочу попробовать себя в каких-либо клубных соревнованиях, в Бундеслиге и так далее. Надеюсь, у меня все получится. Пока сейчас мы загадывать об этом не будем. Перейдем к теме, какие возможности по занятиям спорта у меня были в Стамбуле. Как я уже сказал, первое время в Стамбуле, наверное, месяца два я точно вообще никак не занимался. Потом понял, что надо что-то делать, что-то приводить себя в порядок. Ну, девяносто два я на себя просто похож не был. Думаю, нет, ну, что за, куда я себя так запустил-то. Вот, и нашел площадку на набережной, воркаут-площадку. Он там тоже спортсмены занимаются. На которой я приводил себя в порядок, плюс он еще делал пробежки по набережной. Но эта воркаут-площадка просто, я не представляю, как вообще, зачем, как это все функционирует. Просто туда приходишь, помимо того, что там люди какие-то, окей, ладно, занимаются, хорошо, да. Еще и бегают дети всякие. Сидят люди на газоне, жарят шашлыки. Их много, это же Турция. Везде дым, запах, шум. То есть, обстановка вообще не тренировочная. Да и плюс, я говорю, дети, у них рядом площадка для детей. Там они не играют. Им нужно именно, где взрослые люди пытаются как-то заниматься спортом. В дальнейшем я нашел один маленький зал в своем районе. Я жил в Потихе. Вот, нашел там зал, классный зал. Это сейчас не реклама, но я очень рад, что была у меня такая возможность хотя бы где-то позаниматься. Зал, конечно, не супер и так далее. Маленьких размеров, ну, в принципе, все есть. Называется Red Line Fitness Fatih. Вот, ребят, если вы будете, зайдите и передайте привет от Андрея Абдулина. Там человек русскоговорящий. Вот, а также я ездил еще в другой зал, на другой конец города, вообще вдаль Стамбула просто. Вот, и там уже был зал поинтереснее. Там был бассейн, там было больше пространства, был разминочный зал, где можно было нормально размяться. И большее количество тренажеров. Так, цель моя была за все это время сбросить вес. Да, и я усердно старался и смог сбросить только до 88. Вот, у меня варьировался от 88 вес до 89,5 плюс-минус. Вот так вот. И, как я уже сказал, основная цель была как-то восстановиться, сбросить вес и так далее. Понятно, что я искал гимнастические залы, это, оказывается, очень трудно сделать в Стамбуле. Не знаю, в чем причина, но в Google Maps я не нашел, конечно. Я знаю, кто ищет, что найдет, но, в принципе, мне было достаточно, потому что множество других дел у меня также было в это время. И до каких-то прям таких, знаете, занятий гимнастикой, ну, было немножечко не до этого. В принципе, мне хватало фитнес-зала, но я плавал, я делал очень много кардио, пробежек, качался со своим весом, также и с тренажерами с дополнительным весом. Были проблемы с тем, что у меня вес просто вставал и держался на месте. Я думаю, что происходит, как это? Вроде смотри на себя в зеркало, картинка лучше, а вес никуда не уходит. На этом, я думаю, прекратим наши разговоры. Сейчас уже перейдем к основному контенту. Я вам хочу показать небольшое видео с моих тренировок о том, какие упражнения делал, как тренировался. А перед тем, как мы начнем это видео, если вы, ребята, хотите как-то поддержать мой путь, мои путешествия, к сожалению, их больше, чем ожидалось, но, тем не менее, все ближе и ближе иду к своей цели. Вы можете сейчас увидеть на экране реквизиты. Буду очень благодарен за любую мелочь. Сейчас для меня это очень важно. Если вы хотите следить за мной в лайв-формате, можете подписаться на мой телеграм, пишите мне в инстаграме, и я объясню, как вы можете туда подключиться. Сейчас там находится самая актуальная информация о том, какой путь я преодолел, какие шаги я делал для того, чтобы получить визу, и какие шаги я продолжаю делать для того, чтобы достичь своей цели. Также там вы сможете найти огромное количество полезной информации, особенно если вы сейчас находитесь примерно в моей ситуации, на пути из России куда-нибудь в Европу, или собираетесь это сделать. Я думаю, что для вас это будет очень интересно. Я делюсь своим опытом. А также в моем телеграм-канале есть чат, где вы можете пообщаться со мной и с моими подписчиками, порассуждать на какие-либо темы, связанные с моим переездом и так далее, если вам это, конечно, интересно. Ну а теперь мы начинаем. Всем приятного просмотра. Мы находимся сейчас в Стамбуле. Делаем пробежку. Какой замечательный вид. Можете посмотреть. Стараемся каждый день заниматься спортом. Как минимум три раза в день бегать. Как минимум три раза в неделю бегать. По три с половиной километра. Так в основном занимаемся на площадке. У нас тут есть рядом. Вот. Делаем силовые упражнения, кардиоупражнения. Ну и вот в основном бегаем. Так вот и устанавливаемся. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok